Всем привет! Меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал! Наступила осень и вы знаете, что именно осенью все люди становятся грустными, впадают в какую-то депрессию и начинают, не знаю, грустить и проводить времени гораздо больше дома, потому что на улице становится холодно. И на помощь приходят различные сериалы, фильмы, мультфильмы и прочее. То, что мы поглощаем из интернета. Ну и, конечно же, то, что я сказала, сериалы имеют большую популярность среди нашего с вами возраста. Сериалы спасают нас от осенней хандры, особенно какие-то классные вдохновляющие штуки, которые заставляют задуматься. Именно такие сериалы я люблю. Особенно люблю сериалы с какой-нибудь детективной историей, когда что-то нужно расследовать и прочее. И именно сегодня я хочу про это поговорить, про мои любимые сериалы, которые я смотрела взахлеб, и мне хотелось еще и еще и еще. И если вы тоже ищете какой-то сериал, который будет вам по душе, обязательно оставайтесь со мной. Сразу скажу, что в этом видео не будет никаких спойлеров, поэтому не переживайте. И вообще будет очень краткое ознакомление сериалов, не будет никакой истории и прочего. Будет все очень быстро, четко и по делу. Поехали! Я смотрела огромное количество сериалов, но именно эти сериалы привели меня в полный восторг. Я надеюсь, что с вами произойдет то же самое. Если у вас есть любимые сериалы, которые вы рекомендуете мне посмотреть, обязательно мне напишите их внизу в комментарии. Итак, на первом месте у меня сериал «Отчаянные домохозяйки». Вам может показаться, что этот сериал про что-то подобное, типа «Секс в большом городе» или вообще не для вас, потому что там, не знаю, вы брутальный парень, или девочка, которая вообще «А-а, не домохозяйка» и такая вся типа классная. Но этот сериал обязательно вам понравится. Я смотрела его одна, начинала смотреть, а потом ко мне присоединился Денис, потому что ему стало безумно интересно, что же там такое происходит. Сериал про четырех домохозяек, у которых происходят невероятные приключения в жизни, точнее в их городке, и там абсолютно про все рассказывается. Мне безумно нравилось, что в каждой серии есть какая-то своя линия, свой ход, своя история, и в конце подводят какой-то, знаете, как в баснях, вывод, заключение, да, какое-то делают. И это великолепно, мне очень понравился этот сериал. Я думаю, что пройдет где-то... Я недавно его закончила смотреть, я думаю, что пройдет где-то полгодика еще, и я пересмотрю его заново. Настолько сильно он мне понравился. И, наверное, буду смотреть на английском. Кстати, челлендж неплохой для меня. Второй сериал, наверняка, который вы знаете, это сериал «Милые обманщицы». Этот сериал очень похож на «Чайных домохозяек». Я даже думаю, что они взяли эту идею оттуда, но это уже сериал про школьниц, и вот эти, знаете, школьные все сериалы, это как раз вот этот сериал про школу, взаимоотношения в школе и прочее. Наши все с вами подростковые проблемы там тоже обсуждаются, и, конечно же, там есть убийства, детективные истории, как и в «Отчайных домохозяйках». Есть преследователи, в общем-то, все-все-все, что мы так с вами сильно любим. Обязательно посмотрите, если еще не смотрели. Хотя я думаю, что среди вас очень много любительниц сериала «Милые обманщицы». Если это так, то напишите внизу. Давайте будем писать плюсик и буквку «А». А, ну вы знаете, да, почему? Третий сериал, о котором я узнала абсолютно недавно, но уже посмотрела его полностью и жду новых серий, он называется «Черное зеркало». Не буду долго рассказывать вам про этот сериал, просто покажу несколько кадров, и я уверена, что вам захочется посмотреть его самим. Готовы? Если посмотрим на цифры, ваша популярность стабильно растет. Не бывает настолько счастливых людей. Даже двухлетка со сраным шариком не так счастлив. Сингулярность — это когда компьютеры умнее тебя, как женщина умнее любого мужчины. Какой же ты утепутя! Нашему виду присуще искреннее сочувствие. Мы не хотим друг друга убивать. Попался. Впереди. Это же весело. Светлое. Должно быть. Будущее. Чёрное зеркало. Четвёртый сериал. Этот сериал называется «Make it or break it» на английском языке, но на русском его перевели как «Гимнастки». Я влюблена в этот сериал. Я смотрела его, когда я была в 10-м, наверное, классе или в 11-м. В общем, когда я только вообще узнала, что есть сериалы, и что их можно смотреть, ну, другие сериалы, которые не показываются у нас, там, «Моя прекрасная няня», «Буткин» и так далее. Вот тогда я начала их смотреть. «Make it or break it» был первым сериалом, и я в него по уши влюблена. Потом были отбросы и прочее, прочее, прочее. Но вот этот сериал очень крутой. Посмотрите. И пятый сериал. Это единственный российский сериал в моём топе, в моём рейтинге, но я всем рекомендую его посмотреть. Вы наверняка его не видели. Этот сериал называется «Метод». Он с Константином Хабенским. Он шёл по Первому каналу, и я с замиранием сердца каждый раз ждала неделю, чтобы посмотреть очередную серию. Я влюблена по уши в этот сериал, и я очень надеюсь, что не будет снято продолжение, потому что они всё испортят. Это просто большая-большая любовь к этому сериалу. Тоже пару кадров, и вы обязательно захотите его посмотреть. Я, наверное, вас задерживаю? А куда торопиться? Красота-то какая! Ну вот, в принципе, и всё. Это моя пятёрка самых крутых, интересных сериалов. Есть ещё и сериалы другие, которые мне нравятся, типа «Обмани меня» и «Шерлока», но я думаю, что про них и так все без меня знают. Если вам понравилось это видео, обязательно отблагодарите меня и поставьте мне пальчик вверх. Мне будет безумно приятно. Ну а также не забывайте подписываться на мой канал и ставить значок колокольчика, чтобы приходили вам уведомления, ведь видео выходят теперь часто, и это не может не радовать. А также не забывайте подписываться на мой инстаграм и следить там за последними новостями, потому что там много всего интересного. Я вас всех очень сильно люблю. Не забывайте писать мне в комментариях о том, какие сериалы у вас самые любимые. Ну и да, помните главное правило – ловите момент и не ждите знаков судьбы. С вами была Марина. Люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok